Субтитры сделал DimaTorzok Это всё вшито в игру, скажем так, но с самого начала, вот, у вас не будет этой возможности, то есть, когда вы переходите в языковые настройки, у вас нет выбора перевода, но, но, эта версия, то есть, этот гайд, который я сейчас закину, он работает только на пока версии, если вы играете с лаунчера, вот, это первый момент, и второй момент, это всё вы будете делать на свой страх и риск, поэтому подумайте перед тем, как делать. Вроде как бану за это не дают, потому как это тяжело проследить, но, скажем так, это бетка, поэтому, ну, давайте будем честны. На данный момент мы находимся в Канаде, ну, идейно мы должны находиться в Канаде и должны понимать английский, либо же мы должны находиться там где-то в Тайване, Индонезии и тому подобного плана, вот, и мы должны понимать, что из этого. То есть, нам, идейно, переводить на нашу локализацию не имеет смысла, вот, но сама локализация уже сделана, вот, поэтому и дальше. Если вы вдруг боитесь, что ваш аккаунт забанят, либо там что-то может произойти сверхъестественное, лучше дальше видео не смотреть, вот, потому как, да, это всё делается на, лично на ваш страх и риск. Вот, я вас предупредил, а вот теперь давайте расскажу, как сделать так, чтобы игра была, ну, на чуть более понятном языке. Вот, значит, для начала, что нам надо сделать? Ну, мне перейти в другую вкладочку, открыть Windows, вот, я делал это именно так, и найти в поисковике редактор реестра. Вот, это всё, что вам надо сделать для начала, вот, вы находите свой редактор реестра, либо там через Windows, и там какая-то тоже, типа, Институт, я проще. То есть, вам нужно на вашем компе открыть редактор реестра, это первое, он у меня уже открыт, вот, далее, у вас будет 4 вкладочки, вот, и нам нужно... Ээээ, HK, Current User. Мы заходим сюда. Дальше мы находим Software. Ну, да, мой английский слишком прекрасный. Вот, находим Software. Вот, там находим Netmarble Neo. Но, опять-таки, если вы уже играете с... Лаунчера. Вот, и там будет вкладочка Solo Leveling Arise. Мы нажимаем сюда, и у нас открывается очень много разного реестра. И здесь мы листаем вниз-вниз-вниз-вниз, и смотрим между StoryQuest и Tutorial Complete. Вот, то есть, между S и T у нас будет файлик. Вот, даже покажу, как он, в принципе, выглядит. Он выглядит где-то вот так вот. Вот, TextLanguage HE, там, чё-то там. Мы просто берём его и удаляем. Всё. То есть, нам нужно, а, открыть реестр, а, б, найти там, вкладочка Solo Leveling, и, с, найти файлик TextLanguage и его удалить. Вот, ну, опять-таки, это вы всё делаете на свой страх и риск. И я этот гайдик тоже записываю на свой страх и риск, вот, по от воздушной тревоге. А, надеюсь, я успею выложить этот гайд. И да, таким макаром у вас сбрасывается полностью выбранный вами язык, а язык вашего лаунчера, ну, всё-таки, переведён на RU. Вот. И поэтому, да, у вас игра тоже прыгает на приятную вам локализацию. Главное, да, главное установите это всё дело работы с лаунчера и желательно сделать так, чтобы на лаунчере тоже был выбран, ну, плюс-минус вот этот вот язык. Вот, официальный сайт, чтобы всё вот это вот было. И если всё это у вас уже есть, игра у вас тоже будет на RU. Вот. Ладно, ребят, такой очень мини-гайд, гайд, как перевести игру. Вот. Ну, а дальше уже пойдут уже, в принципе, сами игровые там гайдики и всё остальное. И в следующем видео, наверное, расскажу про 4 ССР, которые ждут вас в игре. Вот. Сразу с ходу, то есть не надо ничего крутить, просто 4 ССР, которые вы... Даже 5, возможно, вы получите ССР. Вот. В самой игре. Ну, на этом, если вам интересно, смотрите дальше, подписывайтесь на канал, потому что я байтер, вот. И дальше, да, будет много контента по салу-левелингу. И по 7 Deadly Sins Grand Cross, потому что я всё же являюсь стримером и контент-мейкером 7 Deadly Sins Grand Cross. Можете тоже попробовать поскачать, поиграть. Вот она. В лаунчере, в принципе, соседней вкладочки. Вот. Вы играете уже один час. Если играете слишком долго, могут пострадать другие сферы вашей жизни. Прикольный совет для меня. Очень радует. Но я как ютубер могу поиграть чуть подольше. Ладно, ребят. До скорого. Увидимся. И да... Получите вы хотя бы хоть какое-то наслаждение от новой игры. Вот. И да. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok